Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Надо принимать какие-то меры, иначе дальше это просто будет беда для всей Долиты. Вывести на чистую воду. Администрация города добивается передачи в муниципальную собственность очистных сооружений в СУКО для их модернизации. Еда куда лучше, чем в Германии, потому что она приготовлена здесь, прямо в госпитале. Что русскому хорошо, то и немцу спасение. Анапские врачи вылечили немецкого туриста. Пациент жив, здоров и впечатлен уровнем анапской медицины. Аккуратно проходят, смотрят природу, приобщаются к этой природе и уже с новыми силами возвращаются обратно. Заповедными тропами. На Большом Утреше разработали новые туристические маршруты с достопримечательностями, созданными самой природой. Глава Анапы провел рабочее совещание, посвященное решению проблемы водоотведения в селе СУКО, где очистным сооружениям Минобороны требуется реконструкция. Острая тема поднята по инициативе администрации города-курорта. В совещании приняли участие представители военной прокуратуры Южного военного округа. Благополучие эпидемиологической обстановки имеет первостепенное значение для курорта. В СУКО фактором риска являются несправляющиеся с нагрузкой очистные сооружения Министерства обороны. Начиная с прошлого года, администрация под руководством Юрия Полякова предпринимает все меры, чтобы привлечь внимание федерального ведомства и побудить действовать. Сегодня этот участок муниципального образования в СУКО – это динамично развивающая рекреационная зона, где идет строительство, развивается, и сегодня эти очистные просто не справляются. Мы будем говорить о том, что надо принимать какие-то меры, иначе дальше это просто будет беда для всей долины. Очистные сооружения канализации в долине реки СУКО были введены в эксплуатацию в 1987 году. Реконструкция с увеличением мощности до полутора тысяч кубометров в сутки была проведена в 2006. Однако эксплуатирующие организации допускают дополнительные врезки в систему. Есть незаконные врезки, так как кто допустил эти незаконные врезки, берите, глушите им врезки, обрезайте им эти врезки. Это ваше право, вы имеете право, потому что кто-то, кто-то разрешил и допустил несанкционированную врезку. Может это было в 2016 году до вас, я не знаю, может быть в 2015-2017 году, но она сегодня существует. Если я не ошибаюсь, вы же не бесплатно сточные воды принимаете? Естественно. Естественно? Так идите и глушите. Состояние воды в реке СУКО и акватории Черного моря на этом участке на особом контроле Роспотребнадзора. Это неудивительно. Ежедневно на оздоровительные купания приходят тысячи детей. Военный прокурор соглашается. Ситуация требует немедленного вмешательства. Предмет, действительно, сегодняшнего совещания, это найти точки соприкосновения администрации и хозяина объекта Министерства обороны и принять меры к дальнейшему наведению порядка. Учитывая, что эксплуатируются эти очистные сооружения, объекты Министерства обороны только на 20%. Это надо брать во внимание. Как объясняет представитель эксплуатирующей организации, заявка на капитальный ремонт инженерного сооружения направлена в Минобороны. Также принимаются меры для штатной работы очистных на протяжении всего лета. Персонал полностью комплектован, полностью штатам. Вот это на лицом хозяйство, операторы, лаборанты и так далее. Реагентами сегодня привезли 6-6 тонн. До октября месяца нам полностью хватит. Глава Анапы подчеркивает, нужно кардинально решать этот вопрос. Это можно сделать, только передав очистные сооружения в муниципальную собственность. Это позволит городу-курорту разработать проект реконструкции и участвовать в целевых программах на условиях софинансирования. Благодаря настоятельной позиции Юрия Полякова процесс передачи запущен. Кроме того, будет проведена предварительная оценка состояния оборудования и предстоящих масштабов реконструкции. Пенсионный маневр обсудим по существу вместе. Под таким девизом открылась дискуссионная площадка в Новороссийске. В межмуниципальном обсуждении приняли участие делегации из Новороссийска, Геленджика, Анапы, а также Абинского, Крымского и Темрюкского районов. Главный вопрос на повестке дня – повышение пенсионного возраста в стране. Более ста человек из шести муниципалитетов Краснодарского края прибыли в Новороссийск для обсуждения вопроса о законе, предложенном к рассмотрению 14 июня. Повышение пенсионного возраста – важный и глобальный шаг для всех жителей страны, но для его реализации требуется тщательная проработка. Кабинет министров одобрил законопроект, но Госдума сможет рассмотреть документ не ранее 19 июля, так как он должен пройти процедуру 30-дневной рассылки в субъекты Российской Федерации. В этот же период члены партии «Единая Россия» проводят такие встречи, чтобы проработать детали и важные моменты, которые в будущем, возможно, будут включены в поправки к закону. Актуальность таких площадок созрела не вчера, она созрела давно уже. Мы уходим от кулуарных решений. Это позиция партии, и надеюсь, что это не спонтанная такая позиция. Это позиция, вызванная переформатированием партии, как площадки, которая позволяет вырабатывать единое народное мнение. Законопроектом предусмотрен достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. С увеличением возраста выхода на заслуженный отдых правительство планирует значительно увеличить и сам размер пенсий. Индексация будет составлять примерно 1000 рублей в год, а не, как сейчас, по 300-400 рублей. Вместе с тем необходимо детально проработать все нюансы и гарантировать трудоустройство людям старшего возраста и молодежи, а также повышать продолжительность и качество жизни населения. Такая дискуссия очень полезна. И я бы сказал, что нам необходимо ее продолжить, продолжить на более широкую аудиторию, с тем, чтобы люди в обсуждении нашли вот это рациональное зерно, почему правительство пошло на вот этот шаг. Конечно, проект на сегодняшний день достаточно жесткий. Нужно все-таки с учетом мнения найти вот обоснованное, компромиссное решение, которое бы пошло на пользу и жителям, и правительству, и в целом нашему государству. Потому что, ну, если возник вопрос, он на пустом месте не возникает, не рождается, значит, есть тому причина. Но, опять же, принимать решение нужно с учетом мнения населения. Все рассмотренные на встрече предложения будут озвучены на региональной партийной дискуссии, которая состоится в Краснодаре 6 июля. До второго слушания законопроекта в Государственной Думе пройдет расширенное заседание партии «Единая Россия» по обсуждению выработанных предложений с участием представителей всех регионов. Руслан Душевский, Анапа-регион. Анапские медики спасли пациента из Германии. Немецкому путешественнику Хорсту Майеру, исколесившему на мотоцикле практически всю Европу, понадобилась срочная медицинская помощь в Анапе. Несмотря на сложный диагноз и языковой барьер, врачи Анапской городской больницы быстро поставили на ноги иностранного туриста. Сейчас он снова на железном коне, готовится к дальнейшему путешествию и очень благодарен анапским врачам за эту возможность. Хорсту Майеру 72 года. Мотопутешественник приехал в Краснодарский край, чтобы посмотреть на Черное море. В Анапе из-за переутомления и жаркой погоды почувствовал недомогание. Хуже становилось каждым днем. В итоге получил серьезный диагноз, о котором говорить не хочет. Да и уже не важно, ведь на сегодняшний день благодаря анапским медикам пациент полностью здоров. Поступил он, конечно, в тяжелом состоянии. Был сразу госпитализирован в отделении интенсивной терапии, где проводилась интенсивная терапия в течение трех дней. Он был в тяжелом состоянии, соответственно, международным всем стандартам. Потом мы его перевели уже, состояние больного улучшилось. Больной был переведен в терапевтическое отделение, где долечивался уже до выздоровления. Хорст Майер признается, его поразил уровень местной медицины. На всех этапах лечения оказывалась своевременная высококвалифицированная помощь, по его словам, не уступающая немецким стандартам. Особенно иностранный пациент отметил больничное питание. Что я хотел сказать? Еда куда лучше, чем в Германии. Потому что она приготовлена здесь, прямо в госпитале. В Германии с точностью до наоборот. Она готовится в больших кухнях. Здесь в рационе много помидоров и других овощей. Отметил Хорст и анапское гостеприимство. По его словам, на юге страны намного комфортнее, чем на севере. Люди дружелюбные, море разнообразное. Если идешь вдоль северного побережья, в воде много живности. На юге побережья берег высокий, вода чистая. А что мне нравится в Анапе – зелень, парки в пяти минутах ходьбы. Там очень интересный монумент Ленину. Я люблю там гулять, по совету доктора. И вообще, я люблю парки. Пожилой байкер планирует продолжить свое путешествие по городам Кубани. Впереди его ждет поездка в Сочи и Туапсе. Хорст говорит, с какими бы сложностями ему не пришлось столкнуться в пути. С Кубани на родину он привезет только самые позитивные воспоминания. Летний зной опасен не только для иностранных туристов. Быть осторожными нужно всем без исключения. Долгий контакт с открытыми солнечными лучами может привести к тяжелым последствиям. Быстрее всего перегреваются дети. Как правильно защитить себя и свое чадо от воздействия ультрафиолета и отдохнуть на море без происшествий, нам рассказали специалисты Центра медицинской профилактики. Тепловой удар – это нарушение теплообмена организма. Его основными симптомами являются головная боль, сонливость и тошнота, а также повышенная температура тела. Не менее опасный вид перегрева – солнечный удар. Он может спровоцировать нарушение зрения и дать толчок другим серьезным заболеваниям. При солнечном ударе малыш становится вялым или, наоборот, чрезмерно активным. У него повышается температура, краснеет лицо, а в наиболее тяжелых случаях ребенок может потерять сознание. В первую очередь необходимо устранить по возможности воздействия тепла, то есть пострадавшего перенести в тень, либо в холодное помещение. Также нужно по возможности освободить человека от одежды, расстегнуть как минимум стесняющую теплую одежду, как максимум раздеть, если это ребенок, раздеть полностью, чтобы процессы терморегуляции были восстановлены. Также нужно на области локализации крупных сосудов – это шеи, это подмышечные впадины – приложить смоченную холодную пеленку. Если состояние ребенка не улучшается, необходимо обратиться в больницу или вызвать скорую помощь. А чтобы избежать неприятностей на отдыхе, необходимо следовать несложным правилам. Дети до 3-5 лет обязательно должны находиться на пляже с головными уборами. Особенно дети до года, у которых открытый родничок и воздействие тепла более остро. В принципе, должна быть у детей и взрослых накрыта голова, накрыты плечи. Воздействие тепла особо остро – это в промежутке с 12 до 2 часов, до 4 даже часов. Вообще рекомендуется детям с 12 до 6 на солнце не находиться. Также в жару важно соблюдать питьевой режим, но при этом вода не должна быть слишком холодной. Если все же прямых солнечных лучей не избежать, то наносите на кожу солнцезащитные кремы и спреи. Есть ли жизнь в Анапе за пределами пляжа? На этот вопрос приготовились ответить сотрудники заповедника «Утриш». Они разработали маршруты с достопримечательностями, созданными самой природой. К этому моменту в заповеднике «Утриш» шли около 7 лет. Начали с разовых акций, потом принимали заявки от школ, вузов, детских оздоровительных лагерей. Со временем сложились три пеших маршрута разного уровня сложности. Один из них вдоль береговой линии. Есть конная прогулка. Скоро запустят морской маршрут к водопаду «Жемчужный», который находится прямо на берегу. Нельзя от людей прятать то, что есть. У нас, во-первых, организованный туризм. Меры безопасности доводятся. Люди подписывают, что они ознакомлены с мерами безопасности. Заходят на территорию заповедника, не сорят, не бросают бумажки, не рвут листья, не шумят. Аккуратно проходят, смотрят природу, приобщаются к этой природе и уже с новыми силами возвращаются обратно. Одним из первых на этом маршруте туристов встретит можжевельник, которому не менее 500 лет. Этот вид, как и два других, которые произрастают в заповеднике, очень древние. Они в больших количествах выделяют фитонциды, вещества с антибактериальными свойствами. Большая часть дороги проходит под пение цикад. А это логово муравьиного льва. Взрослая насекомая, вегетарианица. Личинка караулит муравьев и затягивает в ловушку. Как выяснили в заповеднике, одна из задач доказывать, что в природе не бывает злых или плохих растений и животных. В природе, в греческом, означает чудовище. Раньше пугали, в принципе, маленьких детей этим насекомым, потому что напоминало что-то страшное такое. Пузополосатая. Вид богомолов, который ловит мелких насекомых, на специальную приманку, издалека похожую на каплю воды. В заповеднике можно встретить десятки обитателей. Само собой, раз на раз не приходится. Даже по одному маршруту экскурсия всегда получается разной. В этом случае конечная точка – каньон. Ученые считают, что он образовался в результате мощного землетрясения. Отколовшийся кусок сполз в море, сформировав лагуну в большом утрише. В заповеднике говорят, что ежедневно готовы принимать по несколько групп на каждый из маршрутов. В случае необходимости на помощь сотрудникам готовы прийти волонтеры. Они прошли специальные курсы, чтобы отдыхающие смогли открыть жизнь за пределами пляжей. В Анапе подвели итоги чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 20 лет. За золотые медали боролись спортсмены из Германии, Швеции, Англии, России и других стран мира. По результатам состязания российские спортсмены привнесли в копилку страны сразу несколько золотых наград. С учетом прошлогодних результатов наши спортсмены подряд выиграли 8 титулов на чемпионатах Европы. Два золота этого турнира лишь укрепили титул российских волейболистов, как одних из сильнейших в мире. Команды, занявшие с первого по пятые места, заработали путевки на чемпионат мира 2019. Анапчане также внесли свой вклад в общий зачет, завоевав бронзовые медали. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров – отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь»